Московский суд закончил рассматривать дело о резонансном ДТП, в котором столкнулись две Киа. Напомним, авария произошла 13 июля на перекрестке Салтовского шоссе и 50-летие СССР. От удара черную Киа вынесло на остановку. Машина сбила трех человек и перевернулась на крышу. Следствие пришло к выводу, что виновен водитель бежевого авто, мол, не пропустил черную Киа. 10 декабря водитель бежевой Киа Денис Юрченко предстал перед судом. Узнать приговор в зал суда пришли родственники и друзья Дениса Юрченко. Со стороны Заратуйка пришел лишь отец водителя черной Киа. Керуючий ст. 368, 369, 377, 374 КПК Украина суд засудил Юрченко Дениса Володимировича визнатий винным за ч. 3 ст. 286. Криминальный кодекс Украины засудить до 7 лет по избавлению воли, по избавлению права керувания транспортным засобом на 3 года. Сроку отбывания покарания враховать с дня затримки обвинувачена. Зараховать сроку отбывания покарания. Знаходжение обвинувачена под варты с 19.07.2013 по 29.07.2013 включно. Меру запобежного захода обвинуваченному, доступу к выреку, законную силу залишить попереднюю домашний арест. Также суд постановил взыскать с осужденного материальный и моральный ущерб в пользу пострадавших, в том числе и семьи Заратуйко, которая требовала 140 тысяч гривен за утрату автомобиля. В общей сложности Денис Юрченко должен выплатить почти 472 тысячи гривен. Из зала суда Денис выходит со слезами на глазах. Такой приговор хоть и ожидал, но все же надеялся на оправдание. Видимо, я не прокурор, не сотрудник милиции, который пьяный ехал, которого нам условно можно отправить. Прокуратура уверена, приговор хоть и строгий, но справедливый. Да, наказание строгое, но я вам хочу сказать, что хоть преступление неумышленное, но оно, согласно уголовного закона, тяжкое. Наказание по нему предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, я хочу вам сказать о том, что существует определенная судебная практика по делам в сфере дорожно-транспортных происшествий, где пострадавших два и более лица в основном назначается наказание в виде лишения свободы без испытательного срока. Удивлен и недоволен приговором и один из пострадавших – муж, погибший под колесами черной киа женщины. Как я заявлял и ранее, здесь присуща обоюдная вина и львиная доля вины в этом, я считаю, водителя черного автомобиля. Эти выводы сделаны мной на основании того материалов, которые я получил в ходе досудебного следствия, в ходе рассмотрения дел в суде. Для меня очевидным является то, что автомобиль черного киа выезжал на перекресток на запрещающий знак светофора, что он выезжал с крайнего правого ряда и что он ехал с невероятной скоростью. Однако про обоюдную вину в прокуратуре даже не думают. Просматривать дело дальше не планируют. На сегодняшний день у нас никаких оснований нет процессуально дальше заниматься этим делом, поскольку суд рассмотрел все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, дал всему правильную и надлежащую оценку, в том числе тем всем данным, которые вызывали у кого-то определенные сомнения. Мириться с приговором Денис не собирается. Уже в ближайшее время он со своим защитником планирует подавать апелляцию. Ольга Калиниченко, Андрей Зоц, 057 Юэй.